Бог хочет, чтобы ты был богатым. Ты слышишь? Где написано в Писании, что ты должен ходить по жизни в рваных брюках и стопных башмаках? Где это написано? Покажи мне, где написано такое в Писании. Ничего такого в Писании не написано, не может быть. В Писании написано, Бог говорит, я хочу, чтобы у тебя было всё. Ты должен процветать, ты должен быть здоровым, ты для этого существуешь, для этого ты пришёл сюда, и, наконец, ты молодец, что ты пришёл к себе, ты будешь таким. Но для того, чтобы научиться получать, ты должен научиться давать. Ты пожертвуешь машину, тебе вернется 100 машин, ты должен давать, поэтому быстро достань свой бумажник, достань оттуда семьи, посею его ног апостола. Вы видели чудеса, вы видели знамения, аминь. Плоды и результаты сегодня видим мы. Плоды или результаты сегодня видишь ты в своей жизни. Я хочу видеть плоды, плоды, плоды. Секты не производят антисистемы по своей сущности. Им нужно все время подпитываться за счет общества. В нашей истории были секты, скажем, старообрядческие, которые отрицали общество, как отрицают различные тоталитарные секты, но они поступали честно. Вот отрицаешь общество, уходи. Они уходили, там, селились где-то в тайге, жили сами по себе, абсолютно автономно, сами сели, там, охотились и производили то, чем они жили, никак с обществом не были связаны. Ну, можно, опять же, тут соглашаться, можно не соглашаться, но, по крайней мере, это честная позиция. Что касается тоталитарных сект, то, отрицая общество и ничего ему не давая, жить без него, они от него не уходят. Потому что прожить без общества они не в состоянии, потому что им нужно все время подпитываться новыми соками. Им нужно все время тянуть финансовые ресурсы, людские ресурсы. И еще такой вот интересный момент, если вы посмотрите на многие сектантские собрания, то вы увидите, насколько быстро у них меняется контингент. Что люди там остаются, какое-то время, потом через три года придете, там уже совершенно другие лица в зале. Уже большая часть тех, кого увидели, уже не там, уже вышли. А что происходит? Почему люди там так долго не задерживаются? А потому что вы в секте до тех пор, покуда вы в секте, можете что-то дать. Они ее все равно не примут. Мне просто нужно умереть и потом воскреснув, доказать, что это была действительно истина. И эта истина принесла, эта смерть принесла много плода. Именно смерть Иисуса Христа принесла много плода. Секта никому, собственно, не помогает. Если только, так сказать, вот вы даете, хорошо, кончилось, когда деньги кончились, здоровье от такой жесткой жизни, постоянных требований кончилось, до свидания. Гораздо легче, чем сейчас начать о вас доводиться, гораздо легче завербовать нового человека. И он будет исполнять вашу работу. И поэтому тоталитарные секты, вот это опять же вопрос о деструктивности, можно уподобить такому кругу выжженной земли, который постоянно расширяется. А внутри его вот уже исключительно выжженная земля и обломки. И такие вот духовные подрамки, покалеченные люди остаются снаружи, их выкидывают и уже, так сказать, взбрасываются на общество, чтобы само общество как-то восстанавливало их и занималось бы их проблемами. Посмотрите, сегодня нас не так опять много. Я могу точно сказать, сколько людей нет. Я приду домой и я могу сосчитать, потому что я знаю всех по именам. А бывает такое, и ты думаешь, то ли человек упал, потому что, ну, попал под влияние, да, ну, зла этого мира. Но опять-таки, почему мы не доглядели? Человек перед тем, как туда вступить, в эту яму, у него уже душа болит, она уже ищет. И попечители дают и те, которые, они видят это. Почему, думаю, я не заметила в какой-то момент, почему это женщины или братья или сестры сегодня нет на этом месте? Я задаю себе эти вопросы. Христос никогда не обещал, что его ученики будут богатыми, здоровыми и процветающими. Он сказал, что кто хочет быть моим учеником, возьми крест свой, отверживай себя и следуй за мной. И обещал он своим ученикам, что будут они переживать скорби в мире и гонения, что будут гонимы, будут унижаемы, будут казнимы. Это то, что совершенно, это то, что обещал Христос. Поэтому процветание, это совсем, так сказать, не знак благоволения Божия. Знаете, какие нужны Богу люди? Мертвые. Богу нужны мертвые люди. Если ты сегодня еще не умер для себя, если ты сегодня еще не умер для чего-то прошлого, если ты хотя бы немножко в твоей жизни есть дыхание прошлого, Богу такой человек не нужен. Воскрешение принадлежит мертвым людям. Не живым. Вы думаете, вы меня сегодня знаете вот таким, какой я есть, да? Вроде бы, ну, там, нормальный, добрый, там, и тому подобное. Я не всегда таким был. И если сегодня провести анализ и поставить того прошлого, и поставить сегодня нынешнего меня, можно, знаете, сказать о чем? Тот реально умер человек. Тот реально умер человек. Протестантов, скажем, в Соединенных Штатах меньшинство. То есть самое большое религиозное образование на данной организации на данный момент Рим-католичество. А неопиесятники, попростите, вовсе никакие не протестанты. Протестантизм не имеет отношения равно, как и христианство не имеет отношения. И поэтому, как бы мы ни относились с протестантом, но только протестанты сами имеют право определять границы своей конфессии. Если сами протестанты вас не называют протестантами, то тогда не обманывайте никого другого и себя так не именуйте. Называйте себя тем, кем вы являетесь на самом деле. В современном переводе написано это место, знаете как? При наличии доброго слова город процветает. Бог нас называет, Бог, как город с вами. И город начинает процветать, он начинает цвести, приходят радость, приходят плоды, тогда, когда он слышит и имеет это доброе слово. Аминь. Не так важно привести человека в церковь, как сохранить его в церкви. Аминь. Вы согласны со мной? С протестантами мы разобрались. Разобрались, что вы обманываете и себя, и других, когда вы называете себя протестантами. То, каким образом, то, что я рассказываю правду о Нево-Писятниках, то, простите, при чем тут гонение? Рассказываю правду, чтобы люди думали и выбирали сами. Что касается призывания Христа и гнания, как выразилось, его именем сатаны, то помните, что Спаситель сказал в Нагорной проповеди, в Евангелии от Матфея, сказал, что в последние дни многие будут подходить ко мне и говорить, Господи, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли, не Твоим ли именем мы исцеляли. А я скажу им, отойдите от меня, не знаю вас, делающих беззаконие. Как вы относитесь к этим словам Христа? Душа попечения – это служение в церкви, направленное на исцеление и восстановление души. Направлено на исцеление и восстановление души. Внутреннее исцеление и восстановление – это сверхъестественное Божие вмешательство в душу человека, в эмоции человека. Для всяких, говорящих имя Христа, является христианином. И во всяком случае, неопиесятники кощунственно используют имя Христа как свой магический талисман. И можно много говорить о том, на самом деле, кем неопиесятники считают Христа и какие кощунственные теории они выстраивают вокруг Него, но это, скажем, та же самая страшная, страшно-кощунственная теория неопиесятнической – Иисус умер духовно, о том, что Христос на кресте, Он искупил только физические грехи, но должен был также искупить все свои остальные грехи, и для этого Он принял природу сатаны, и был три дня сатаной мучим в аду и прочее. И таким образом, в такого Христа вы верите, простите, но этот Христос не имеет никакого отношения к библейскому Христу. И поэтому, когда вы призываете его имя, я боюсь, вы молитесь кому-то совершенно другого. Без отношений невозможно построить семью, без отношений невозможна дружба. Все, для этого, для всего нужны отношения. И точно так же Бог жаждет, чтобы между нами были отношения. Потому что очень много происходит просто по отношениям. Я могу прийти к какому-то человеку, не знаю, в 12 часов ночи, или там в 2 часа ночи, неважно, я могу к нему прийти. Почему? Потому что у меня есть с ним отношения какие-то. А к какому-то незнакомому я не смогу прийти, правильно? Ну, во-первых, он говорит, ты что в 2 часа ночи, почему мне будешь? Он просто мне так ответит. А с тем, с кем у меня есть отношения, он спросит, почему? Что случилось? Амэн. Точно так же и к Богу, когда мы приходим, если у нас есть с ним отношения, то, соответственно, и он всегда рад нас видеть и слышать. И он хочет, у него-то с нами есть отношения. У него с нами есть, он говорит, все стою и стучу, и жду. Когда ты проснешься, встанешь со своей постелью, дойдешь закрывать и откроешь свою дверь. Откроешь, войду, не откроешь, ну, я так и буду стоять возле двери и стучать периодически. Он основал, дескать, свою церковь на основании этих откровений Божьей Матери, которые являются к нему регулярно каждый день, каждый день открывают все новые и новые истины. Правда, истины разного содержания. Иной раз она ему говорит что-то такое, что я провоклашаю тебя, себя, царицей всей Руси. А иной раз говорит, что что-то мне не нравится, что мой пророк ездит на Мерседесе, давно пора пересесть ему в Новый, то есть ездит на Вольво, давно пора пересесть ему в Новый Мерседес. Тоже такое интересное, интересное откровение. Когда будут отношения, тогда Бог даст и силу, и власть. А когда нет отношений, мы приходим, чего-то просим, постоянно, иногда даже может быть требуем. Вот когда есть отношения, когда есть любовь, тогда ты можешь требовать. И приходи, и говори, Господь на основании десяти, на основании тех жертв, которые я принес, во имя Иисуса, говоришь, а ты сказал. Иерасиму, ну помните, что он сказал? Помнишь, ты говорил? Ты Евраму говорил, а я его ребенок, его дитя. Это значит, ты мне говорил, я тебе напоминаю, дорогой Господь. Ну а ты когда можешь так говорить, с дерзновением приходить? Потому что он говорит, приходите к престолу, с дерзновением можно приходить, когда мы чисты перед ним, когда мое сердце оголено, когда моя внутренность чиста, когда мой дух чист, когда я чистый, как белый, пушистый, вот он весь. И мне не надо это делать перед людьми. Я знаю, что я перед Богом чистый. Поэтому я прихожу, говорю, отец! Для того, чтобы торговать неликвидным товаром, что нужно делать? Нужно создать под него рынок. Нужно доказать, что этот товар, или конкурентоспособный товар, что он особо уникальный. Вот я вам такой пример приведу. Вот, видите, ручку. Вы думаете, это обыкновенная ручка? Это не так. Я сюда к вам, в Днепропетровск, приехал с Гималаев, где я провел пять лет у ног великого учителя, гуру Рамте, с вами, гуру Хасте Римпоче. И великий Махат Моримпоче, когда узнал, что я еду в Днепропетров, сказал мне, это великий город. Это великий город, у которого великое будущее. Это замечательно, что ты туда едешь. Замечательно, что тебя туда пригласили. И поэтому я сделаю особый подарок от щедрости своего сердца. Я заряжу своей божественной энергией партию этих ручек. И ты привезешь их в Днепропетровск. И каждый из жителей Днепропетровска, если он напишет, вот школьники, если вы напишете сочинение этой ручкой, вы получите пятерку, не меньше. Предприниматели, если вы напишете финансовый отчет этой ручкой, то никакая финансовая инспекция к вам близко не подойдет. И вообще, если вы будете носить эту ручку возле своего сердца, как видите, ношу ее я, то к вам будет постоянно притягиваться удача. И все неудачи будут обходить вас стороной. И поэтому, когда вы выйдете отсюда, вы увидите там лотокс из партии ручек, которые я привез. И каждый из них, потому что вы мне особо нравитесь, продается по смешной цене 99 долларов за штуку. Только для вас и только сегодня. Вот тогда есть отношения. Тогда Бог будет совершать что-то в нашей жизни. Посмотрите сегодня на себя. И посмотрите на себя вчерашними. Вчерашний. И мы начали, я сейчас смотрю, был уже храм под крышей. Там в городе все только шушукались. У нас город маленький вообще, меньше. У вас районы в три раза больше, чем наш город. У вас же три района. И вот мы посмотрели, 400 там с лишним человек, народу три района, по 150 в каждом районе. У нас город только 50, со скрестными деревнями. И там все, американцы им, наверное, помогают. Точно. Вот они как строят. Они америкосы деньги дают. Я говорю, да мы строим, каждый месяц, вот собирается у нас, ну, на 60, или 70, ну, там, до 90 тысяч в месяц. Вот мы на эти деньги строим. На то эти деньги построить нельзя. Вот и все. Я говорю, ну, вам нельзя, нам Бог помогает. Как ты построил? Я говорю, Бог помогает. Я, ага, ага, что придумаешь? Американцы, наверное. Я говорю, ну, для вас американцы, а для меня Бог. Нео-пятидесятники. Секты харизматического толка, действующие под названием Союз христиан веры евангельской, Слово жизни, Слово веры, Церковь огонь пробуждения, Дверь в небо, Слово истины, Новая жизнь, Живой родник, Иерусалим, Источник жизни, И многие другие. Деструктивные культы псевдо-христианской направленности, с оккультным уклоном, оказывающие сильное влияние на психику адептов. В маскировочных целях выдают себя за протестантов. Под видом поклонения Христу исповедуют культ теологии процветания. Источник вероучения, Библия, Ветхий и Новый Завет, в собственном понимании. Согласно учению нео-пятидесятников, каждый христианин после водного крещения проходит крещение Духом Святым, получая его дары, способность исцелять больных и говорить на разных языках. Практикуют проведение массовых религиозных собраний с так называемыми исцелениями. Адептам внушается устойчивая неприязнь к православию и другим традиционным религиям. Что такое, так сказать, дар языков, как его понимает Библия? Мы знаем, что во второй главе Деяния апостольских описана Пиесятница. Когда апостолы проповедовали, когда сошел Святой Дух на апостолов, они проповедовали на разных языках, они знали только один язык, свой родной, но проповедовали так, что их проповедь была услышана всеми слушателями, которые их родного языка не знали. Это вот и есть дар языков. Проповедь та, которая превозмогает наши разграничения, языковые разграничения, которая превозмогает наше разделение по языкам. Это преодоление разделения Вавилонского, то самое, о котором повествует Библия. Это библейское говорение языками. Вот что происходит во время неописятических трансов? И вот тут я должен вам просто сказать такую достаточно печальную вещь. Во время трансов, в которые входят люди, выбрасывается большое количество эндорфинов в кровь. Эндорфины, это или эндоморфины, внутренние, или внутренние морфины. Это вещество, которое вырабатывается нашим гипофизом в мозгу, которое, ну, обычно в организме все премудро продумано нашим устроителем. Поэтому, когда вот в небольшом количестве эндорфины выбрасывается в кровь, как обычно, вырабатывается у человека радостное, хорошее, спокойное настроение. Вот, например, женщины, вы когда, вот те женщины, матери среди вас, вы, наверное, все помните то состояние ваше, когда вы носили под сердцем ребеночка, и вот такое особое, умиротворенное состояние, которое было у вас, это вот тогда вырабатывались эндорфины, они поступают в кровь как раз вот в помощь, в помощь беременной женщине. В небольших, микроскопических дозах. Но если насиловать мозг при помощи психотехник, тогда эндорфины выбрасываются в большом количестве, у человека получается такое наркотическое опьянение. Эйфория. Как кажется, вот вы у наркомана спросите, когда он вводит себе наркотики в кровь, он тоже скажет, я так всех люблю, так замечательно, так хорошо. Но к чему это приводит, к чему наркомания приводит, всем известно. Но на самом деле то же самое происходит и с сектантом, который входит в свой транс. Нельзя, невозможно мозг насиловать до такой степени, если он там в один момент выбрасывает большое количество вот секреции, которые он вырабатывает в кровь, в другой момент у человека, когда состояние опустошенности, состояние подавленности, оставленности. И чтобы пережить это состояние, как наркоман, чтобы вновь пережить это состояние и вырваться из вот этих вот ломок, которые он переживает, он готов продать все, что имеет, и убить, и украсть, и все, что хочет, лишь бы только приобрести еще одну дозу и еще, так сказать, и еще раз, так сказать, и пережить это состояние, прерывать тут череду мучений, в которые превращается для него жизнь без этих состояний. Но так же и сектанты. Так же сектанты не так же делают с наркоманами от этих состояний. Так же ваша мама зависит от этих состояний, она должна вновь и вновь подпитывать, вновь и вновь идти в секту и тащить туда все, что у нее есть из дома, для того, чтобы вновь это пережить. И вот это очень страшно. И в конечном итоге это как раз кончается тем, о чем написана третья записка. Потому что исследование неопейсяднической секты слова жизни в Швеции это показало. Потому что там многие члены секты прошли психиатрическое обследование и результаты были страшными. У 93% членов секты резкое ухудшение психического состояния, 25% совершали попытки самоубийства. То есть каждый четвертый человек. А это, простите, это совсем не дар Святого Духа. Как раз те трансовые состояния, в которые люди входят и в конечном итоге просто сами себя разрушают. Налилуя, братья и сестры! Я вам хочу сказать, надо приносить десятину и вторую десятину на храм! Я думаю, опа! А я сам такой стою, у меня руки хлопают уже автоматически. Она говорит, я вам могу с вами поделиться. Как только стала я приносить, она еще такая. Бог сразу из двушки превратил квартиру в трешку. Ну, это не значит, что все материально. Это я просто к тому, это Бог дает такие подтверждения детям. Он дает такие подтверждения. Говорит на языках всех стран мира. Вот это меня особенно, так сказать, умиляется, языки всех стран мира. Что значит, она там на канадском языке говорит, или на швейцарском. И может спеть любую песню Аллы Пугачевой лучше, чем Аллы Пугачевой. Вообще стоило для этого жить в тайге. И станцевать там хоть рэп, хоть что. И кроме того, своим лучиком мысли свои она проникает в голову каждого человека, читая его мысли. И этим же лучиком она предотвратила несколько нашествий инопланетян. Вот это вот железное доказательство, против которого действительно против лома нет приема. Смотрите, было нашествия инопланетян? Не было. Вот видите, в том-то и дело. Благодаря Анастасии. Ничего. Вообще, конечно, эта лесная красавица говорит, она исключительно такие банальные пошлости и является воплощением сексуальных фантазий самого Пузакова. Какие гонения вы видите, что вас тут бросают ко львам в цирк, вас уничтожают, вас бросают в тюрьму за само слово, то, что вы называете себя христианами? Ранние христиане, когда их действительно убивали за одно исповедание христианина, что апологеты писали? Апологеты писали, что обращаясь, они говорили, что мы добрые граждане, не казните нас, не убивайте нас. Позвольте, позвольте нам жить. Они, так сказать, они не требовали, чтобы их не критиковали, они не требовали, чтобы с ними не спорили, не называли это гонением. Они не требовали себя привилегированного статуса, они не заводили себе лобби в политических кругах, они не скупали недвижимости, не заставляли замолчать своих оппонентов. Гонений никаких нет, скорее ваша записка показывает, что вы хотите гнать всех остальных, вы хотите, чтобы никто о вас не говорил правду, вы хотите, чтобы все подчинялись вам и входили бы в вашу секту, или по меньшей мере подчинялись бы вашему диктату, а вот этого не будет никогда. Бог говорит, почти все сферы жизни, почти все, отдай мне, не почти все, отдай мне, я буду совершать, я буду взращивать, я хочу, чтобы ты однажды увидел реальное присутствие меня в своей жизни. Чтобы на твоих устах однажды были слова, я вообще ничего не делал, это не знаю, это Господь. Я вообще не понимаю, как это в моей жизни случилось, как это в моей жизни совершил, я ничего для этого не делал, это Господь. И тогда ты сможешь сказать, это плоды, это плоды твоей веры, это плоды твоей верности Богу, это плоды твоей верности в церкви, это плоды твоих жертв, это плоды твоих десятин, это плоды. Это плоды твоих жертв, это плоды твоих десятин, это плоды. Все, к чему нас сегодня призывает Бог, это что сделать? Это посеять. Ну, так сказать, поборы это одна из таких как бы основных основных черт различных сект, в том числе неописятнического нового поколения. Что касается десятины, действительно, было действительно в Ветхом Завете такой обычай – это жертвование десятой части своего дохода на храм, но, по-моему, храма уже очень давно не существует. Конечно, христиане должны жертвовать на церковь сколько могут, но нельзя к этому понуждать. И мы ни в коей мере этого не понимаем. Люди приносят то, что они действительно могут дать. Хотя и не хватает денег, и все, есть проблема, но ни в коей мере никого не заставляют. Я помню очень, так сказать, смешное интервью одного мормона, русского мормона, бывает и такое, к сожалению, которое он дал в интервью газете «Известия». Он писал, что вот раньше я заходил в православную церковь. Мне там ужасно не понравилось, что там за свечку плати, за Кристины плати, за то плати, вот как это самое все… вот не понравилось, не ушел, теперь я стал мормоном, плачу десятину… понимаете, все, что вы заплатите там за свечку или за Кристины или еще что-то, оно ни в какое сравнение не идет с десятиной. Тем более, что у мормонов десятина – это вообще-то не десять процентов. Они говорят, что если ты десять процентов дал, а ты вообще ничего не дал. Поэтому это и так Богу принадлежит. То, что если ты хочешь что-то пожертвовать, то давай свергли. Поэтому мормоны, их десятина – это порядка двадцати семи процентов. У неопиесятников десятина, опять же, там никто не читает, но там есть такой обыкновенный, элементарный принцип помогательства. Собственно, действует это, когда проповедник начинает… И я вчера слышал такое тоже свидетельство, один брат говорит, начал только десятину приносить. И он говорит, только я принес в первый раз, говорит, десятину, а вдруг откуда-ниоткуда звонок от отца, ну может быть недалеко, там где-то в Кургане, говорит, живет. Звонок от отца говорит, я, говорит, тебе отправил деньги. Я думаю, зачем ты мне отправил деньги? Двадцать лет тебя вообще ни слуха, ни духа не видно, ты мне туда заправил. Забери свои деньги, типа, обратно. Он говорит, нет, я уже отправил. Но он тоже это сказал, он говорит, я только принес эту десятину, и отец, говорит, отправил мне, Бог дал, в десять раз больше. Бог, конечно же, не спустится сам на ниточки, на веревочки тебе с деньгами, он будет использовать людей, он будет использовать обстоятельства, он будет использовать ситуации, кому-то не нужна останет эта трешка. Они даже без всякого размена, без всяких денег заедут с удовольствием в двушку, чтобы что-то не было. Я не знаю, как это Бог сделал. Той сказал, а что такое может быть? Может быть? Проповедник начинает вопить, что Бог хочет, чтобы ты был богатым. Ты слышишь, где написано в Писании, что ты должен ходить по жизни в рваных брюках и стопных башмаках? Где это написано? Покажи мне, где написано такое в Писании. Ничего такого в Писании не написано, не может быть. В Писании написано, Бог говорит, я хочу, чтобы у тебя было все. Ты должен процветать, ты должен быть здоровым, ты для этого существуешь, для этого ты пришел сюда и, наконец, ты молодец, ты пришел в себя, ты будешь таким. Но для того, чтобы научиться получать, ты должен научиться давать. Ты должен дать прежде всего, ты должен давать. Ты думаешь, твои пожертвования, они так коверкают русский язык, у них там лидера, епископа, пастора и прочие пожертвования. Ты думаешь, твои пожертвования нужны мне? Зачем мне нужны твои пожертвования? Как ты мог такое подумать? Тебе не стыдно такое подумать? Мне не нужны твои пожертвования. Ты думаешь, твои пожертвования нужны Богу? Богу не нужны твои пожертвования. У Бога есть абсолютно все. Мне твои пожертвования нужны прежде всего только тебе. Потому что чем еще ты сможешь доказать свою любовь к Богу? И так быстро, да? Потому что человек даже не задумывается, как чем еще? Много еще чем. Поэтому ты должен давать, ты должен давать, и ты получишь сто крат. В Библии написано, никакой банк не дает такой гарантии, мы даем гарантию, ты получишь сто крат, ты дашь сто гривен, тебе вернется десять тысяч гривен, ты дашь тысячу гривен, тебе вернется сто тысяч гривен, ты дашь тысячу гривен, тебе вернется миллион, но ты должен давать, ты пожертвуешь машину, тебе вернется сто машин, ты должен давать, поэтому быстро достань свой бумажник, достань оттуда семьи, посея его ног апостола. Но, по-моему, это все напоминает поле чудес страны дураков из известной детской сказки. Какое это имеет отношение к Библии, я, честно говоря, не представляю себе. Но к тому, что, так сказать, называемая теология процветания, на его писядническая процветает в ней прежде всего пасп, пастора, как они говорят, это несомненно. И, знаешь, очень часто мы пастора просим послушание, нужно быть послушным Богу. Послушание не придет, если нет отношений, если нет любви, если нет страха Божьего, никакого послушания. Каждый пойдет грешить так, как ему нравится. Нам надо научиться общаться, общаться с Богом, разговаривать. И тогда наши отношения восстановятся. Аминь. 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 Спасибо.